Итак, сейчас мы находимся в музейно-выставочном центре в Санкт-Петербурге по адресу мойка 100. И несколько слов попросим сказать руководителя, вдохновителя, организатора и создателя центра Галину Георгиевну Степанову. Сколько времени существует центр? Как вообще идеи возникли? Основные направления? Понятно, что выставки меняются. И что сейчас проходит в начале ноября месяца? Наш музейно-выставочный центр работает уже 14 лет, 15 год пошел. Мы открылись в 2005 году. И мы постоянно устраиваем выставки художников. Где-то выставка идет 2-3 месяца. Мы выставляем обычно реализм 50-х-90-х, подбираем художников таких. И из тех работ, которые мы выставляем, у нас создалась некая, некий запасник и музей. У нас больше 3 тысяч работ уже собралось. Мы пытаемся их показывать не только на своей площадке, но и в городах страны. Уже года 3 мы возим по городам нашу выставку. Это коллекция перемен. Так она и называется? Так называется коллекция перемен. Это живо весь 50-х-90-х. И параллельно мы еще возим такую подборку из Марина во Францию. Так как у нас состоятся конкурсы в усадьбе Марина, которая тоже принадлежит нам, там победителей конкурса собираем и везем во Францию писать сады и замки. А для чего мы это делаем? Потому что мы восстанавливаем усадьбу и нам очень важно поделиться опытом французским, создание садов, обслуживание замков. И это очень полезный опыт. И мы живопись совмещаем с такой деятельностью. И с Анной Филимоновой мы сотрудничаем уже очень давно, с 2010 года. Мы сначала занимались садами, были занятия такие по ландшафту, потом начали возить художников. И вот уже несколько замков посетили мы. И это и Виландри, и Энн Элевьей, и Бизи. И в этом году мы были в Оли Виконт, писали работы. И сейчас у нас там собралась коллекция тоже, которая выставлена в Марина. То есть вот такую работу мы ведем. Последний год тоже у нас есть большие проекты с поездками во Францию, может быть в Тунис, по местам художника, который писал Марина и уехал сначала в Париж, а потом в Тунис, Рубцов Александр. Есть общество художников во Франции, сохраняя творчество этого художника во Франции, есть такое сообщество. Это начало, наверное, XIX века, да, он уехал? Да, он уехал в жизни в 1949 году. И в Тунисе тоже есть большая коллекция его работ, потому что он в основном последние годы писал в Тунисе. И там собралась тоже большая коллекция у известного собирателя, который ее привезет в Эрмитеж на экспозицию. И мы хотим по местам Александра Рубцова поехать с художниками и сделать серию работ. А ты из Петербурга был художник, да? Да, он был из Петербурга, и он жил и писал в усадьбу, которую мы останавливаем, в Струкновых, Голицына, Хмарино, около Тосна. И связано это имя художника с нашей усадьбой, и он писал интерьер в усадьбе, жил рядом, дом сохранился. Сохранился дом его воспитательницы, вахтеру, его воспитывали приемные родители, это английский вахтер. И вот все это связано с усадьбой, поэтому мы хотим сделать такой проект. Очень интересно. А какая выставка сейчас проходит для гостей нашего города и вообще для петербуржцев? И что будет, может быть, следующее в качестве анонса? Конечно, у нас есть некие задумки и план, который мы стараемся осуществить. Сейчас у нас на днях открылась выставка Эрнеста Бетехтина, реалиста, прожившего богатую творческую жизнь. Мы отмечаем некие этапы его творчества здесь. Он еще жив, был на открытии выставки, хотя уже возраст у него серьезный, 91 год. Но ему было особенно приятно увидеть работы. То есть вот сейчас все, что мы видим, это все его, да? И графика советского периода такого интересного. И мы готовим также, прорабатываем следующие выставки. То есть у нас такая работа на долгую. Мы должны готовить выставки заранее договариваться, пока мы соберем, пока договоримся. Конечно, ну это серьезные такие выставки, прям вот русского музея, я бы сказала, такие, да? Вот персональные выставки серьезные. А вот поскольку вы уже несколько слов сказали, что у вас вот есть конкурс, который проходит ежегодно, и победители имеют честь и такую приятную возможность куда-то выезжать, да? Вот в парки, в Франции, вот там, да? То кто принимает участие в этих конкурсах, кто их оценивает, и есть ли в ближайшее время возможность принять участие? Мы постоянно устраиваем в усадьбе Марина пленеры. Приглашаем или на мероприятия какие-то, которые у нас довольно-таки часто проходят, или осень, весна, зима, или просто художники собираются по два-три человека, и у нас там недельку поживут, попишут. И мы смотрим, кто дает результат, а в основном мы приглашаем только реалистического плана художников. И выбираем лучших из лучших, собираем какую-то группу и вывозим. То есть это даже группа выезжает, да? Я думала, там это один-два победителя какие-то, нет? То есть это целая такая уже группа для пленера, да? Да, 5-6. И потом где-то можно видеть плоды их пленерных трудов? Вот сейчас в Марина выставляется последняя наша поездка, там 80 с лишним работ. Можно приехать в усадьбу Марина и посмотреть то, что сделано в этом году. Вот сейчас приедет владелец замка, более викон, это Александр, как раз на Анина открытие. Открыть Анину выставки. И вот он нас принимал. И мы в мае писали, и выставка эта находилась у него до сентября. Мы забрали его в сентябре, и теперь выставляем у себя. А я, к сожалению, еще не посещала усадьбу. Там есть выставочный зал или просто в усадьбе проходит экспозиция, как вы обычно? Да, мы выставка в усадьбе, а вообще у нас там есть выставочный зал. Потому что пленарами Марина мы занимаемся давно, с 2012 года. У нас собралась тоже большая коллекция, которую рассказывает о Марина. И мы сейчас будем расширяться, потому что не хватает площадей. Правда? Ну вообще я слежу, и в Фейсбуке у вас много социальных сетей, что все время у вас там такая активная жизнь на все темы. Там от Масленцы и Новый год там вы как-то интересно встречаете. Да, сейчас мы уже... А, уже вот так, да? Ну ладно, это значит, надо к лету что-то планировать, да? У нас все время постоянно что-то происходит. Если заходить на наш сайт и смотреть, какие у нас мероприятия календарные, выставлены праздники календарные все, ну надо смотреть, какие дни и как это. То есть следите. Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо большое. И всех ждем, всех ждем в петербургском художнике, да? Да, конечно. А как он работает? С 11 до 8, без выходных. Без выходных дней. Спасибо, спасибо. 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 Спасибо.